Всем большой привет и мои поздравления с великим праздником Святой Троицы. Желаю мира и добра всем добрым людям на земле. Была сегодня на рынке, на любимом нашем стихийном рынке. У нас возле вокзала есть такой рынок. И там привозят люди на электричках свои домашние продукты на продажу. Из Никополя везут в Кривой Рог, из близлежащих сел, поселков. И вот так я сегодня скупилась. Домашние яйца 40 гривен десяток, картошка 30 гривен за килограмм. А такая же, но мелкая, не совсем мелкая, помельче. Вот сейчас покажу. Мне здесь на довесок давали. Вот такая. И среди нее даже побольше, такая по 25 гривен за килограмм. Домашние сливки. Банка была полная, это я уже салат заправляла. 120 гривен пол-литровая баночка. Очень вкусные. Домашний творог. Полкилограмма 40 гривен. Значит, 80 гривен за килограмм. Вот такой хлеб купила в АТБ. Это хлеб заварный, зерновый. Попробовала уже очень вкусный хлеб. Купила килограмм овса. 30 гривен килограмм. Горчицу покупала раньше. Сейчас уже скоро вот-вот будем чеснок выкапывать. И будет освобождаться место на грядках. И надо будет засевать седиратами. Поэтому понемножку подкупаем. Еще купила розовые помидоры. Но я уже резала на салат. Не стала показывать. Крупные, хорошие розовые помидоры. Цену скажу 80 гривен за килограмм у нас. Но у меня уже на огороде. Дозревают свои. Покажу. Так что скоро уже покупать не будем. И вот запаслась. Уже клубника отплодоносила. Я уже одну грядку обрезала. И надо будет удобрять. И обрабатывать от вредителей болезни обязательно. Вот это от вредителей. Очень хвалят именно для клубники. Ну здесь клещи, тадеяки и эншишкиднаки. Вот это хорус я всегда покупаю. Чтобы он у меня всегда был под рукой. Это от болезней. Но у меня там еще другие препараты есть. Поэтому я пока не решила, что я буду использовать для клубники именно. И октора. Это вот тоже от вредителей. В общем, пополнила свой арсенал борьбы за урожай. У нас уже половина восьмого вечера. На градуснике 32. Днем было в тени 35. Жара ужасная. Я приехала с рынка. Мне казалось, что у меня поднялась температура. В общем, нереально было что-то делать в огороде. Хочу показать свои дозревающие томаты. Это сорт монгольский карлик. Какой интересный сорт. В этом году он у меня впервые. Я ему здесь мульчу поналаживала. У него вот поднимаешь. Он там все внутри. Они лежат все на земле. И вот уже дозревают. Но это у меня... Ай, и вот там. И вот там тоже. Красненький. В общем, понравился мне этот сорт. Их там не сосчитать. Сколько их там внизу. И с этой стороны. И прям лежит он на земле. Ну, это у меня 4 кустика таких. Я их дома подращивала. В вазончике сеяла. Просто для того, чтобы ранее были помидоры. И получается он самый ранний, в общем, у меня. Вот здесь клубнику уже вот так обрезала. Вот так и травка здесь. Убирала, убирала сорняки. И остались. Вот так обрезала. Совсем. А это усы. Это новые кустики. Это у меня здесь купчиха. И надо будет удобрять. И обрабатывать от вредителей и болезней. И хорошенько, конечно же, поливать. Огурцы мы уже едим больше недели. Я там новые насадила. Они еще маленькие. А эти села в парничке. Так здесь их и оставила. Подвязала к этим дугам. Они здесь вместе с помидорами. Вот эти томаты. Я так понимаю, это мелкие сливки. Я их не покупаю никогда. Семена не сею. Откуда они берутся в огороде? Ну, конечно, их здесь полно. Ну, пусть уже растет. Не буду убивать. Может, они не очень маленькие. Вроде бы увеличиваются. Ну, ладно. Посмотрим, что будет. Будет. Огурцы полезли в помидоры. Там подвязала к забору. Специальных опор нет. Вот так к забору подвязала. Да и все. Позерк. Вырвала чеснок. Вот такой неплохой. Зубчики крупные такие. И вот, как понять, когда его надо выкапывать уже. Вот оставалась одна вот эта стрелка, которую мы все выламывали недавно. Она треснула совсем, открылась. А вот здесь, вот одна. Здесь кто-то присел на нее. Она совсем не трескается. И вот еще одна такая же. И вот, понимай, как хочешь, выкапывать или не выкапывать. А завтра у нас обещают дождь. Будет этот дождь или не будет. Но если дождь будет, то как только земля просохнет, будем копать чеснок. Ну, я думаю, от силы неделю его можно подержать. Если зубчики начнут, вот эта кожица трескаться и отставать зубчики друг от друга, это тоже очень плохо. В общем, не додержать плохо, передержать тоже плохо. Раньше все знали праздник Петра и Павла. Пришел, и пора копать чеснок. Сейчас, увы, все изменилось. Надеюсь, попадем. Зацвели лилейники. Очень красивые. Люблю их очень сильно. Вот сколько их здесь будет. Этот цветок однодневка. Он завтра должен уже отпадать. К вечеру завтра точно уже засохнет. Но их вот здесь сколько. Много цветоносов. Вот этот днем был открыт. А к вечеру уже сухие я убрала. А эти еще не открылись. Тоже очень красивые. У меня их несколько сортов. Гортензии уже какие цветоносы у них. Это ванилла Фрайс. Фрайс Мельба еще. Она позднее. Так что еще небольшая. Сандай Фрайс тоже зацветет. Несмотря на свое упорное лечение, выздоровление. Это Мультифлора здесь. И это Лидия Самарская. Она у меня в прошлом году была куплена. Вот такой одной веточкой. Я вот ее оставила. Так обрезала все, чтобы она у меня на штамбике получилась. И она в этом году уже зацветет. Жужа. Жарко. И флокса зацвела. В прошлом году была такая же пышная розовая. И пропала вообще следа от нее нет. Но я ее обязательно посажу. Это мне моя подруга давала. Эти растения у нее есть. Так что мы их отсадим снова. Очень красивый цветочек. Хризантема ранее уже цветет вовсю. Жужа, как статуя. Вот Мультифлора какая маленькая. Поливать буду завтра утром. Сегодня огород поливала. А это хризантема. А это хризантема. Уже вот так цветет пышно. Хочу попать. Это у меня ежевейка над чес. Это розмарин здесь. Хочу показать ягоду. Очень вкусная и очень крупная. Она 4 сантиметра длиной. Это точно. Отличный сорт над чес. Так что если встретите, обязательно приобретайте. Желаю всем тихой, доброй ночи. Очень ароматный розмарин. Растет в открытом грунте. Весной пересадила его из вазона. Из семян. Садила не один год. Сеяла. Никогда не получалось. И вдруг один единственный росточек вот так разросся. Так что, друзья, дай Бог нам тишины и мира. Всех с праздником. Субтитры создавал DimaTorzok